Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы поговорим про ТОП-9. Что? Ты решил делать топы? Ах, ты проказник! Да, я решил делать топы. Я их уже начинал делать во времена ФНАФа, и теперь настало время продолжить. Только на более обширные темы. И у меня к вам просьба, ребята, поставьте лайки, если вам нравится эта идея, мне нужно знать ваше мнение. Так, давай, прекращай трындеть, и давай переходим к видео. Хорошо. Сегодня у нас ТОП-9 картинок, на которые требуется посмотреть несколько раз, чтобы понять, в чём же там штука. И сразу скажу, эти топы это моё мнение. Оно может не совпадать с вашим, или совпадает с какими-то другими ютуберами. Но если мой топ совпадает с вашим, тогда поставьте лайк. Ну и начнём с самого простенького. Об этой картинке у многих разошлись мнения. Кто-то считает, что это парень обнимает девушку, а девушка сидит в кресле, а кто-то считает наоборот. Но тогда у девушки очень странные небритые ноги. Филь. На самом же деле, это парень сидит в кресле, а девушка обнимает его. Ну или это очень странная семейка, где парень носит женские кофточки, а жена не вреется. Вообще. Следующая картинка, это ни много ни мало, летающая лодка. Ну, по крайней мере, так кажется. И некоторые, по крайней мере мне, когда-то утверждали это вконтактике. Но нет, на самом деле всё ясно видно. Просто лодка плывёт на прозрачной голубой воде. А вода настолько прозрачная, что мы видим тень одна. Поэтому вот так вот и выходит, что мы видим тень, лодку, и кажется из-за того, что вода прозрачная, будто лодка летит. Но не более, чем кажется. Впрочем, кажется немногим, и поэтому это только восьмое место. Хе-хе, вот это уже позабавнее. Здесь видим парня с чрезвычайно тонкими женскими ногами. И не посчитайте меня за идиота, но вначале я немножечко втыкал, как это, собственно, получилось. Потому что ноги идеально подходят под туловище. Но на самом деле надежда увидеть парня с такими тонкими ногами и поржать над ним обломалась оправду. На самом деле это просто очень хорошо отполированное стекло, которое отражает ноги девушки, которая стоит левее. Так что да, это просто очень хорошо сошедшаяся картинка. Я не знаю, это запланировано так было и просто совпало. Я уже думал, что парень хотел просто почувствовать себя женственнее там внизу. Теперь на этой картинке изображён парень, у которого шикарные ноги и отличные шортики. Мне крайне неловко говорить про парня, у которого шикарные шортики. Но, к счастью для меня, эти ноги принадлежат не парню, который сидит там, а девушке, чью голову мы там не видим. Она же у неё есть, правда? Это истинно одна из тех картинок, на которую стоит посмотреть дважды. Потому что, ё-моё, лично я, когда увидел эту картинку в первый раз, был немножечко смущён. Но, к счастью, теперь мы со всем разобрались. Эти ножки принадлежат девушке, которая стоит за этим парнем. Которая сидит на стульчике, втыкает в телефон, когда его обнимает девушка. Не ценит парень того, что имеет. На следующей картиняке мы видим действительно, во-первых, накачанную девчонку, ну посмотри на эти ручища. Святые ананасики, она действительно огромна. Она ими может сломать тебе шею и даже не заметит. Ну и кроме того, она никогда не слышала о какой-нибудь бритве. У неё на руках джунгли. Но, вопреки моим первым впечатлениям, это не туловище девушки, а это нога парня, который сидит правее. И то, что мне кажется футболкой девушки или её, может быть, платьем, на самом деле просто шорты. Но эта девчонка могла быть шикарной женщиной байкерши. А из этих шорт она могла бы состряпать себе курчонку. А из мужика маску. Ммм, брутально. Следующая картинка полностью нормальная. Я сам на неё повёлся. Нет, в середине не пенис. Вроде бы. Да, не он, наверное. Слушайте, мне не с чем сравнивать, я их много не видел. Но я точно уверен, в этом случае это нога девушки, которая сидит сзади него. Вон она улыбается. Но, пушистые барбосики, эта картинка действительно наделала шуму. Ну и если мы приблизим к этому, тогда мы увидим, что это действительно нога, и она в тапке. А не пенис. Фу, блин. Вот эта картинка мой фаворит. Посмотрите на этого мужика. Она просто идеально подошла. И на эту картинку мне пришлось посмотреть два раза, три раза, ладно, четыре раза. Но я таки нашёл, где тело этого мужика. Вот, я его вам нарисую. И вот это его попец. И я не нашёл его ног. Я имею ввиду конкретно, где его ноги. И плюс, эта картинка играет с нами, потому что его тело кажется огромным, очень длинным, каким-то неестественно длинным. И поэтому мозгу проще подумать, что это он стоит, и вот это его ноги. Но на самом деле нет. Это ноги девушки. Ну а ноги парня выходят стоят за этими детьми. Но странно всё же, что мы их не видим. И вот поэтому выглядит словно эта девушка и парень слились вместе. Ну и следующая картинка выглядит словно... Да, вы сами видите, девушка с открытыми, большими, эм, грудями. Но нет, нет, это не груди. Это не груди, это не пошлость, это вообще ничего. Это просто локоть. Я вам честно говорю, это локоть. Как и в части предыдущих картинок, я сам на это повёлся, и мне показалось, что это такая огромная сисяндра. Но нет, это локоть. Который она решила зачем-то замаскировать под свою грудь. И зачем ей это делать? Не знаю. Нормальные, по-моему, у неё... Ладно, я не буду об этом. Ну и вот это моя любимая картинка, потому что она действительно здоровская. И нет, я не из этих грудей, которые, возможно, не настоящие. Ну, они не выглядят натуральными. Но мы сейчас не об этом. Посмотри на задний фон. Да, да, я знаю, это трудно, но попробуй, попробуй посмотреть на задний фон. Отведи глаза, закрой их руками. И всё. Посмотри на задний фон, там акула. Там, мать её, настоящая акула. И эти груди... Я имею в виду, эта женщина может сейчас быть поранена акулой. Или хуже, там съедена. Но я надеюсь, что этого не произошло. Я надеюсь, что она и её грудь в порядке. Но момент осознания, что на самом деле здесь есть акула, лично у меня сделала фиг. Ну вот на этом и всё, дорогие друзья. На этом все мои картиночки. Мы с вами увидимся в следующих видео. Если вам понравилось, поставьте лайк. И мы увидим с вами в следующих. Всем пока-пока-пока. И удачи. Субтитры сделал DimaTorzok